Судебное заседание Народного суда Бабушкинского района Объявляется открытым. Слушается дело по иску Матюхиной Веры Евгеньевны к Матюхину Алексею Васильевичу о расторжении брака. Мы начинаем свой рассказ с семейного конфликта. И годовалая Андрюшка, который пока ничего не понимает, лицо здесь самое заинтересованное. Так что же случилось? Когда вы вступили в брак? Мы составим браке два года, ровно два года. Ну, появился ребенок через год. Ну, сначала, конечно, радости много было. Потом, конечно, появились хлопоты, связанные с ребенком, как бывает всегда. И поэтому возникли осложнения. Просто мне уже стало очень трудно жить. Постоянные слезы, постоянные упреки. И поэтому я решила лучше попадать на расход. Ну, а причины все-таки ваших раздоров в чем заключались? В чем причины? Причины? Ну, муж предъявлял ко мне претензии в том, что я недостаточно умело вела хозяйство. Вот. Ну, у меня для этого не хватало времени. Вот. Как-то совместно вести хозяйство. У нас это не получилось. Я считаю, что надо было как-то организовывать работу по дому. Вот, допустим, ну, что-то если сделать, вот, надо просто об этом сказать и все. А она, например, мне что-то не нравится. Мы приходим из магазина. Она бросит сумки на пол. И они будут лежать неделю. И она не по дому-то хабарает. Ну, мне это тоже уже как-то надоело. Ну, интересно, как вы себе представляли обязанности взаимные, когда вступали в право, когда создавали семью? Я представляю так, что женщина должна следить за порядком в доме, за ребенком. А муж должен зарабатывать на жизнь деньги и по ее просьбе помогать ей хозяйству. Ну, на работе вы тоже такой уже, пассивный. Сидите и ждете, когда вам скажут, вот это сделаю, я это сделаю, я это сделаю. Наверное, проявляете активность? Почему дома-то вы ждете, когда вам дадут указания? На работе все просто понятно. Вы дома тоже хозяин. Вы пришли, вы видите, что непорядок дома. Вы хозяин дома. Я попробовал сделать так. Допустим, если не получается уж, давай разделим как бы на сферу времени. Кто-то следит, допустим, за порядком в комнате, кто-то на кухне. Ну, вот, я такую идею подавал, что-то сначала, наверное, соглашался, а потом, что-то нет. Вы считаете себя главой семьи? Нет, я себя не считаю. В общем, хотелось бы считать, но такого не получается. Рабочие московского завода «Калипор». в то же время наступать друг другу. А здесь за... Жизни не будет без этого. Линии жизни не будет. Ну, слушай, ну, за... Ну, уже наступать. Да, за жадку будет наступать, наступать линия общая. Не будешь наступать, не будешь жить. Даже, не знаю, мы как-то трудно соединились. Сборщицы второго часового завода. Мне кажется, у меня идеальный муж. Честное слово. Мне не стыдно сказать, Вот улыбайтесь, пожалуйста. Жесткие правила сегодня невозможны, потому что первое правило сегодняшней семейной жизни это уважение к индивидуальности каждого члена семьи и необходимость исходить из его индивидуальных особенностей. Доктор философских наук Игорь Семенович Конн У нас неконфликтная семья. Семья Глузских Это в первую очередь заслуга. Катя. Если бы за домашнюю работу давали медали, как в спорте, что было бы уникло? Золотые, серебряные и брунзовые. Семья Санеевых. Какую бы ты медаль ему вручила? Серебряная. За этого спасибо. Рад ты себя так вынаградил. Ну, оценили на серебряную медаль, значит, так и есть. Ну, что, сейчас я не могу. Я скажу, что я на золотую. На золотую я не к тебе. Ну, чтобы ссориться, нужно иметь поводы для ссор, как минимум. Повода у нас нет. По всем вопросам совершенно люди единодушные. Семья Голубь. Не знаю, вообще, как можно поссориться с таким милым человеком? О чем вы говорите? Зверем каким-то мыть, ну, невозможно. В свое время литературная газета обсуждала вопросы семейного главенства. В статье журналистки Ларисы Кузнецовой речь шла о том, что главенство в нынешней семье зависит от супружеских характеров. Но журналист Владимир Владимир Войн яростно встал на защиту традиционных мужских прав. Его статья завершалась словами «Пора бить в набат». Мы попросили авторов доспорить публично. И вас приглашаем на этот диспут. Вот, приготовьтесь соглашаться или не соглашаться. Итак, Лариса Кузнецова выступила со статьей, в которой было сказано, что переписчики населения столкнулись с довольно любопытным явлением. При вопросе, кто же глава вашей семьи, многие не могли ничего ответить. Кто-то сказал бабушка, кто-то сказал тетя там, кто угодно. Но почему-то люди как-то смущались, тушевались и, в общем, не понимали сути вопроса. Кто у вас глава семьи? Встречай. Ну а почему же не ты? А? Почему же не ты? Вот она считает, что я... Ну глава семьи муж у нас в доме. Наверное, я. Да. Меня муж слушается. Да. И вообще-то мы все вопросы, все проблемы решаем сообща. А кто варит, стирает? Это я тоже. Тоже? Тоже я. Тоже я. Так что получается, вы глава, вы и работник. Ну а что делать? Республика. Муж глава семьи, конечно. Я глава семьи. Мы с женой вдвоем, детей у нас нет. И вы глава? Ну, разумеется. Я, конечно. А женщина вообще бывает главой семьи когда? Как считаете? Я считаю, что равный должны быть. Но все-таки кто главой семьи должен быть? Ну главой семьи все равно мужчиной является. Муж, конечно. А кто варит, стирает, убирает? Ну я. Все, да? Да. А он что? А он работает. Я абсолютно убежден, что в каждой семье известно, кто глава. И лучшим показателем, наверное, в этом смысле, могут послушать дети. Я думаю, если бы мы обратились с интервью к детям в детском саду, в школе, кто у вас главный, папа или мама? Мама. Папа. А почему? Потому что она нам обед готовит с папой. Да? Да. Гладит, стирает. Потому что мама добрее, чем папа. Я думаю, что папа. Папа. А почему ты так думаешь? Потому что папа чаще, чем мама наказывает. Потому что папа работает. Потому что... Ну, знаете, сами мамы и папы не всегда понимают, почему. Но пятилетний человек сейчас вам объяснит. Потому что мой папа работает в милиции. В одном пункте, как я понимаю, Лариса, мы абсолютно стоим на одной позиции. Должно быть равенство. Ну, кто-то в семье ведущий, кто-то в семье ведомый. И мне кажется, вот, видимо, в этом мы расходимся, что более благополучна ситуация в обществе, когда большая часть семей, я бы сказал, подавляющее большинство, возглавляет мужчину. Да, когда-то главой семьи был мужчина. На крепких мужских плечах, как на плечах атлантов, лежали и власть, и бремя семейной ответственности. Но патриархальная Атлантида затонула. Да и так, лишь, все ясно с этим главенством. Если взять традиционную модель, то мы привыкли думать, что мужчина был главой семьи, действительно его познавали, женщина была кругом подчиненной, зависимой. На самом деле, когда сейчас этнографы занимаются более конкретным изучением этой проблемы в разных обществах, то вариаций гораздо больше. И нормы не одинаково жесткие в разных обществах. Так вот, мне интересно знать, Володя, какие же нормы вы ратуете, когда ратуете за мужское главенство? И почему именно мужчина этим нормам якобы больше соответствует, и именно он соблюдает интересы группы больше? Хорошо. Почему именно он? Потому, что так распорядилась биология, создав мужчину в большей степени делателем, деятелем, существом более активным, существом более рациональным, которое постоянно стремится внести упорядочение, что-то придумать новое, открыть, упростить, человеком, который всегда стремится куда-то заглянуть за горизонт. Мужик обычно смотрит дальше женщины. Женщина для тактического боя. А мужик – это муж, как тяжелая артиллерия. Это стратег. И мне думается, что статус семейной, патриархальной семьи, он выработан, так сказать, веками, и, видимо, он вполне соответствует и физиологии мужчины, и женщины, и, так сказать, вот этой... Запомните эти ссылки на природу. Они нам потом пригодятся. И, наверное, этот статус в какой-то степени будет сохраняться и дальше. Вот то, что касается психологии половых различий, не ученые, люди, которые этим не занимаются, не психологи, не физиологи, не социологи, они знают все совершенно точно. Все академики. Только одни знают, что эти различия абсолютные, что мужчины должны командовать, женщины должны подчиняться, что у мужчин есть математические способности, у женщин нет и так далее. А психологам это не ясно. Психологи ставят эксперименты, и оказывается, что это зависит от очень многих разных причин. Женщина, существо, более консервативная, Лариса. Это же факт. Ну, правильно. Правильно. Мужчина по природе в большей степени революционер. Так? Но нужно ли быть главе семьи революционера? Да, может быть, хорошо быть. Да дело в том, что давайте рассматривать, давайте рассматривать мужчины и женщины в двух ролях социальных. Как? Внутри семьи и вне семьи, в обществе. Так вот, вне семьи-то он пусть и будет революционером, а внутри семьи, мне кажется, надо быть охранителем, оберегателем. Может, он возьмется революционером, если его шпыняют, шпыняют женщины. Как он может быть революционером? Он отвыкает от своей активной роли. Понимаете, мы сейчас много говорим о том, что человек должен быть активен, гражданский активен, должен во все вмешиваться, не проходить мимо, бороться со злом. Володя, Володя, Володя. Ну, если он дома, ничтожество, он и на работе ничтожество, он молчален, он послушное совершенно существо в руках, понимаете ли, всех, кто хочет им командовать. Я не говорю, что такое явление свойственно большинству мужчин, вы правильно меня поймите? Я просто хочу показать тревожную тенденцию. Дело не в статистике, не в том, сколько процентов туда-сюда. Если есть это явление, об этом надо прямо говорить, громко говорить. Говорить об этом с горечью, с болью. И не делать вид, что современная семья, понимаете, раносто, раносто, раносто. Где глава вашей семьи? Нет главы вашей семьи. Часто я вижу, как при большом скоплении людей идут двое супругов, впереди идет женщина, идет уверенно, крупным шагом, смотрит впереди себя. И не поворачивая головы, резкие, короткие приказания отдает мужу. А он семенит вслед за ней, а навстречу идут люди, она не уступает ему дорогу, чтобы он рядом с ней шел. И он за ней хвостиком, хвостиком, хвостиком догонит. Потом люди идут, он опять отбежит, опять подбежит, опять отбежит. Володя, ну бывает прям противоположная картина. Я это вижу, может быть, потому что я мужчина. Это классовая точка зрения. Может быть, я замечаю только то, что мне не нравится. Мне этому мужчину очень жалко, потому что я прежде всего не люблю таких женщин, которые позволяют себе мужчинам за ними скакать. Это уже не женщины, это женщины, которые не понимают, что такое мужчина рядом с ней, что такое рыцарство, что такое любовь, что такое поддержка вообще сильной мужской руки. И мне жалко, ну пусть она там идет, ну так на здоровье, что называется, каждому свое. И Володя мне очень нравится, как говорит, потому что он говорит о крайних психологических моментах, которые его шокируют. Шокирует мужчину. Я вообще, мне очень жалко, что этот зал вмещает мало женщин, потому что послушать шокированного мужчину, мне кажется, очень полезно. А есть ли основания для шока? Вот на заводе «Калибр» мы попросили. Кто считает не себя, а жену главой семьи, поднимите руки. Выше чуть-чуть, шокируйте. Да. Хорошо. А кто считает, что он глава семьи? Один, два, три. И подобная же просьба на часовом заводе. Прошу поднять руки тех, кто считает главой семьи мужа. А теперь я прошу поднять руки тех, кто считает главой семьи себя. Итак, мы попадаем в довольно-таки сложную ситуацию. Ну что же мы имеем? Мы имеем мальчиков, которые видят, что командует мама. Мама, ее мама, значит бабушка. Ну и при чем-то тут папа. Ребенок знает, что если мама сказала, так и будет. Ну а если папа сказал, то это ничего. Папа кормилец, да какой он кормилец. Он знает, что мама зарабатывает столько же денег. Но он видит, что мама все делает. Папа, ну вообще что папа, что папа. Так, ерунда. Все, что, так сказать, я по-своему так вымышлял, и в отношении ребенка, там как-то так, то мне, в общем-то, никаких дел, таких, которых я хочу сделать, мне просто не позволяло, что ли. Ну а там, в общем-то, большую роль играет теща. Потому что это постоянные какие-то споры, там все, рухи, в общем-то. Значит, теща и жена с вами не считались, да, так? Ну, жена, потому что, так сказать, это ее мать. Она не может, так сказать, на нее никак, там, что-то запретила. Ну кто принимал решение семье? Теща. В своей статье Владимир Война сокрушался. Но как же мужчина может чувствовать себя главой, если у него в кармане обычно рубль-два, выданные на обед женой? И вот якобы по этой причине у мужчин развивается комплекс неполноценности, страдает самолюбие. На «Калибре» мы попросили рабочих. Все деньги, что есть при себе, выложите на стол. Тренировали. Так, товарищи, а где же ваша зарплата? В супружнице. В семью. В семье. У кого деньги, тот и хозяин. А мне дают только на обед. Ну и иногда себе оставляем, заначка бывает у мужчин. На мелкие расходы. На мелкие расходы. А сколько все-таки дают на обед-то? Рубь. Рубь. Такса, такса такая. Нет, не руби. Ну кто будет там на руби? На руби, на севарет, на боши дают. На рубу, севарета, полтора рубля. У вас сколько денег? Сорок. У кого еще деньги при себе? Сколько? У кого есть деньги? Положите. Значит, у вас сколько денег? Сорок. У вас сколько денег? У женщин очень часто. Есть в сумочке не только своя зарплата, но и мужа. А вдруг выбросят по пути туда-сюда. Вдруг еще что-то. Ну вот такая женщина, считай, что нечего даже спрашивать мужчину. В результате. После появления моей статьи, один мой приятель подошел ко мне и сказал. Ну конечно, ты там сгустил краски. Да. Вообще нельзя так уж откровенно. Все-таки мы мужчины. Ты уж нас так это опустил там. Понимаешь? Ну, между прочим, насчет рубля. Эх, молодец. Я теперь два рубля получаю. Кому же быть министром финансов? Понимаете? Повели опрос у молодых будущих супругов. Выяснилось, что 55% будущих семей молчаливо согласны с тем, что финансы ведет жена. Ну а скажите, что вы возьмете на себя вот из домашних дел? Деньги. С деньгами обращаться очень умею, поэтому я буду отдавать жене деньги, потому что отдавал матери раньше, поэтому опыта нет. А кто у вас будет главой семьи? Главой семьи? Ну, если честно, то я, наверное. Деньги у жены, а глава ты? Да. Она казначительная. Бюджет в чьих руках? Жены. Почти в основном жены. Только в жене. Она у меня министр финансов. Все у нее. Да. Даешь деньги, они идут в магазин. Ну, конечно, я не говорю, что вот девушка говорит, ну пополам там, и у него деньги. У меня нет. Я вот даю деньги, говорю, что купить. То-то, то-то, да, даешь им приказ. Они идут и покупают. Ну, то же самое. Так что деньги всегда, иду, у нас деньги никогда не прячутся. Но все-таки даешь приказ. Да, но они не знают, что нужно купить. Вот мужчины, они просто... И что надо сказать, что надо сказать. Даже иногда, может быть, и написать. Но нужно заплатить все равно. Задание надо. Вы обратите внимание, в любом магазине ходят... Записочками. Записочками. И читают. Ага. Почему? Откуда записки? От недоверия. А вдруг купят... Я вас уверяю. От того, что у него голова свободная, а у него нет. Ну, неужели нормальный человек не в состоянии запомнить пять наименований? Хлеб, масло, рис, изюм и соль. Это во многом идет от того, что жена всякий раз пилит. Я тебе говорила, изюма-то купить полкило. Зачем ты купил кило? Я тебе говорила, 200 грамм масла, а ты купил, понимаешь, полкило. И так далее, и так далее. Тогда мужчина говорил, да бог с тобой, напиши мне записочку. А потом документик. На. Говорила, я купил. А другое не было велено. Да, а другое не было велено. В магазине, сценке, шляпный отдел. Мужчина и женщина, муж и жена. Жена берет шляпу и нахлобучивает. Своему мужчине, как на деревянный чурбан. Нет, это не годится. А он стоит, как маникен. Ну что ж, совершим экскурсию по адресам, предложенным Владимиром Войной. Понаблюдаем. А ведь мы, мужчины, и вправду в магазинах чувствуем себя не слишком уютно. Пробеем. И сомневаемся. Мнемся. Ну, такая уж ляпка. Ну, другая. Вообще-то, мужчине менять головной убор, что женщине прическу, всегда риск. Пожалуй, лучше воздержаться. И вот настоящий мужчина передает ответственность за выбор в женские руки. Ну, как ни говорите, тяжесть решения меньше, да и степень риска совсем другая. Что ее решение вернее, справедливее и быстрее. Она ходит по магазинам, смотрит ботинок хорошим, надо купить. А то так и будешь ходить в салап ботинках. Не каждый мужчина знает, у кого сколько рубашек. Я даже не знаю, какой рубашек. Она наверняка знает, сколько рубашек. Знает, сколько их где лежат. Да, как она стирала, знает, какого цвета. А та и глаженная, та и выстиренная. Размер не знает. Я даже не знаю, размер. Хозяин. Это хозяин говорит. Глава семьи выбрал себе костюм. Вы знаете, не совсем понятно, зачем в мужских примерочных зеркалах лучшее зеркало глаза жены. Что ни говорите, имеет смысл по магазинам ходить с женой. С пустыми руками никогда не уйдешь. Покупки – дело утомительное. Сейчас в такси и домой. Когда едут в такси муж и жена, чаще кто расплачивается? Он или она? Это понятно. Кто чаще расплачивается? Женщина. Вы твердо это считаете? Да. 90 процентов. Чаще муж. Хотя в шутку так садиться назад, говорит, сегодня платить будешь ты. Это вообще... Да чаще муж, конечно. Женщины тоже иногда так, которые, знаете, держат мужа, да, сама расплачивается. А так часто, чаще всего мужчина, конечно, он все-таки глава семьи, по-моему, и несет ответственность материальную, и сам уже вправе распорядиться этим. Так я понимаю. Ну, и сейчас в основном женщины несут уже материальную ответственность, становятся главными семьей, по-моему, так. Женщины, они как экономочки, что ли, вот так в старом понятии, если можно сказать. А все-таки основной, как он, добытчик, что ли, если уж грубо так сказать, мужчина. По-моему, так. И у нас в семье так, и у соседей, и у знакомых везде так, как-то вот в этом плане. И все же расплачивается жена. Мне кажется, что жена – это, прежде всего, главный экономист семейный. И жена по прижимности. Вот так. Но поговорим о финансах серьезно. Вот социологи отмечают, что семей, где деньгами командует только жена, и в самом деле значительно больше. Но ведь и раньше так было. Мужчина всегда ковал монету. Женщина оставляла ее в магазинах. Сложность нынешнего положения в ином. Современные жены, они ведь не только по магазинам ходят и шляпы примеряют. Они еще и работают. И, естественно, расходуют не только деньги мужа, но и свои, тоже трудовые. Все это прибавляет женщинам решительности. Они смело идут на риск. Хорошо есть комиссионы, где можно оставить неверно принятые решения, что прийти к решениям теперь уже исключительно верным. Я тоже покупаю иногда лишние вещи. Приходится сдавать их в комиссионный магазин. Но я считаю, что это мелкие тактические огрехи ввиду большой стратегии, скажем так. Но когда вы говорите о том, что у мужчины рубль, три рубля, два рубля кто-то там выиграл в результате большой дискуссии, значит, мы подарили человеку рубль, уже хорошо, уже хорошо. В масштабах страны. В масштабах страны, уже хорошо. Но я предложила бы другой эксперимент провести, но его провести, в общем-то, невозможно. Войти в любую семью и спросить на этот раз у мужчины, знает ли он, сколько масла у него в холодильнике, есть ли молоко, есть ли соль в доме, есть ли в доме макароны, рис, я не знаю, какие-то такие вещи, которые, в общем-то, в семье должны присутствовать постоянно. Какой-то, да, постоянный запад. Мужчина чаще всего этого не знает. Но если бы он взял на себя заботу знать все, что касается хлеба, соли, молока, починки ботинок для детей, затрат, я не знаю, на химчистку, на прачечную и прочее, он бы сказал, не надо мне даже рубля, я согласен, на 50 копеек, вы понимаете? Вот в чем дело. И верно, основные домашние заботы, как и работы, женские. Так было, так осталось. Женщины – извечные кариатиды быта. Мужское участие в домашнем хозяйстве пока незначительное, и сервис слабо. Не перестроились мы, не успели. Хотя за 30 последних лет число работающих женщин практически утроилось. А сумки-то не полегчали. Да и с детьми тоже проще не стало. Нет, конечно, домашние труды, естественно, тяжелые. Правда, я вам должен сказать, что, когда мне хочется отдохнуть от своего профессионального труда, я с удовольствием делаю домашнюю работу. Это для меня такой маленький курорт, санаторий. Часто? Да, очень часто. Как обыватель сидит в доме и смотрит в основном телевизор. А жена на кухне, в случае бежит там, говорит, кто идет, кто поет, кто выступает там. Она и готовит, и урывками смотрит. А уже мужчина сидит и смотрит всю передачу. Просто порой женщины нас отобрали на шабянке где-то, может, да. Вот они... Здесь неправильное понятие, это в деревне, в быту, там мужик был хозяин. Потому что, почему, лошадь, корова, огород, хозяйство. А здесь же город, это отпало уже. А ведь дом довела все время женщина, то есть пищу готовила, там, стирала. Это ее, так она и пришла в город. А здесь мужику дома делать нечего, топора нету, пилы нету, коровы нету. Что он делает? Рубить нечего. И смотрит вверх телевизор. Поэтому он свелся, мужик, он перевелся, его нет мужика, не стало его. Даже пешком домой не ходит, на лифте ездит, естественно. Так что это многие уже обязанности сняли. И женщина дольше живет только из-за этого. Потому что там все время в движении, а мужчины на диване. Посмотрите в статистику, там указано, что женщина дольше живет мужчина. Ну, нельзя сказать, что мы мужчины, всего этого не понимаем. Теоретически мы подготовлены к семейной жизни. И очень неплохо. Что по дому ты собираешься делать? По дому? Ну, это имеется в виду разделение семейных обязанностей? По дому, все. Какую работу по хозяйству думаешь взять для себя? Какая придется. Ну, скажем, мыть посуду, стирать, если надо, будет больше. Ну, естественно. Я думаю, не привыкать в этом в армии научили. Вообще-то, знаете, я все, все делаю по хозяйству. И думаю, что, чтобы ей было как можно легче, все буду делать по хозяйству. Придется все равно. Кто первый приходит, тот и начинает готовить обед, ужин. Смотрите, какие благородные планы. Убраться тоже можно помочь. Но проходят годы. Кто у вас варит, стирает, убирает? Жена. Все? Жена. Жена, естественно. Ну, с помощью мужа, конечно. С небольшой. Полностью жена, по-моему. Полностью жена. Не помогаете? Вы знаете, по возможности. Очень редко, честно говоря. Ну, я тоже иногда, конечно, помогаю. Я уж не такой стопроцентный мужчина, если можно так выразиться. Помогаю. И в магазин. Вот так. Но в основном она все. В основном она. А кто домашним хозяйством занимается? Ничего себе, конечно. Традицию преодолеть трудно. И все-таки можно. Интересно, что делают по дому те, у кого день занят до предела? Абсолютно все. Абсолютно все. Все. Ну, готовить. Готовить можно прекрасно. Да. Есть какие-то блюда, которые... И раньше, когда дети были с нами, мы очень любили, они что-то спрашивали. Папа готовил прекрасно, это вкуснее. Ну, и так же... Ну, во всяком случае, мы очень вкусно готовят. И с удовольствием. На Тбилисском рынке нередко можно встретить Виктора Санеева, трехкратного чемпиона олимпийских игр, человека, названного самым мужественным спортсменом московской олимпиады. Он приходит сюда с нашим традиционным мужским списочком в руках. Снабжение – его домашняя обязанность. Ну, а как же тренировки, подготовка к соревнованиям? Всегда ли Виктор вот так помогал по дому? Спросили мы у его жены Тани. Когда Сандрик был маленький, в общем-то, у нас был такой очень тяжелый период. Сандрик очень сильно болел, и мы с ним лежали месяц почти в институте педиатрии. Вот так, да, в общем-то, у нас Витя стал даже мамой. То есть он стирал пеленки, квасил мацони, привозил все это в больницу, еще умудрялся что-то готовить. Ну, а потом... Готовился к Первенству Европы. Да, и готовился к Первенству Европы, еще и выиграл Первенству Европы. Эти соревнования на шахматной площадке в парке поскромнее Первенства Европы. И мы решились на минуту-другую отвлечь игроков. Скажите, вы женаты, конечно, да? Ну, я же столько внуков, внучек. Внучек. Скажите, а вот чем сейчас вот занимается ваша жена, как вы думаете? Жена чем занимается? Какой вопрос? Ну, я и она в том числе уже находимся в таком возрасте, что подозрения исключаются. Да, неожиданный ответ. Но мы имели в виду совсем другое. Жена чем-то называется. Вообще-то сейчас трудно сказать так. Именно в данный момент времени. Но в принципе, в принципе, я думаю, наверное, домашним хозяйством. Чем еще можно сейчас заниматься? Скажите, пожалуйста, а ваша жена, вот как вы думаете, чем сейчас занята? Сейчас она в отпуску. В отпуску. А она что, в другом городе, что ли, да? Не, почему? Здесь работает. Ну, вот сейчас вот она дома, да? В Москве, да, в Москве. Ну, и чем она занята, вот как вы полагаете? Чем занята? Да. Да, по-видимому, обед да, больше ничем. Чем она может еще заниматься? Или стиркой, понимаешь, или чем на обед? Понятно. По магазинам ходит. Вот все удовольствия ее. Правильно, нет? Ну, вот видите. Вот и все удовольствия. Перед нами очевидная разница между свободным временем мужчин и женщин. Вот может показаться, будто мужчины здесь в сплошном выигрыше, женщины в проигрыше. В том-то и дело, что оба в проигрыше. Хозяйство, взваленное только на женские плечи, спорит с материнством, с непрочитанной книгой, с прогулкой всей семьей, с улыбкой в доме. Вы помните мужские рассуждения о природе, которая якобы во всем виновата и главенством распорядилась и всем на свете? Зря на природу наговаривают. Такого она не придумала. Вот и выходит, что женщины всегда играют, как говорится, черными. Традиционно мужчина никогда не был домашним животным. Для мужчин очень важна компания других мужчин. Мужской клуб. Что получается, когда мужчина женится? Его жена очень часто, первое, что она старается сделать, она старается от этой мужской компании своего мужа отвлечь. Почему она это делает? Понятно. Понять ее легко. Ну, во-первых, она ревнует, она хочет иметь его целиком для себя. Во-вторых, эти мужские компании часто не лучшего, не лучшего. Сорты это может быть, так сказать, сообразить на троих, и неизвестно, что там еще будет. Но результат-то оказывается часто противоположным. Потому что лишая мужчину вот такого дополнительного канала эмоционального общения, она как бы берет же, семья берет на себя обязательство восполнить это дома. А дома это восполнить не удается. Кроме того, эти мужские и юношеские компании, они наиболее значимы в переходном возрасте, в юности. С возрастом их значение, независимо от того, как откладывается семейная жизнь, в общем, уменьшается. Но если это происходит естественным путем, то это никаких особых проблем не вызывает, потому что, ну, понятно, расставаясь с юностью, мы чем-то неизбежно жертвуем, что-то приобретаем, что-то теряем. Когда это происходит насильственно... Ощущение неволи возникает. Да, ощущение неволи, и тогда чувство потерянной молодости, оказывается, в этом виновата вот эта женщина. Какие у меня были друзья, какая была компания. Какие были друзья. Вот еще один вид мужской компании. Здесь свой психологический климат и, скажем прямо, высокий коллективный темперамент. Болельщики обычно утверждают, что стадион помогает им нервно разрядиться. Домой якобы приходишь добрее. Но добреет ли от этого жена? Ведь она-то считает, что муж с друзьями просто бил баклуши. Он баклуши бьет не потому, что он, как сказать, не заняты его руки. У него и душа не занята. Вы понимаете, ему дома плохо. Ответственности нет. Дело не только в ответственности. Это очень много, Лариса. Правильно, ответственности нет, я согласна, я согласна. Но ты все на сознательность такую жмешь. А у человека, кроме всего, есть потребность. Потребность в ласке, в любви у него есть потребность. И если потребность в любви, так сказать, не удовлетворяется, а сознательность у него вообще хоть отбавляя, а потребность в любви, так сказать, в рамках его собственной семьи не удовлетворяется, он идет и ищет уважение на стороне. Почему пьяные задают друг другу вопрос, ты меня уважаешь? Вообще, мне кажется, этот вопрос может скоро перейти в вопрос, а ты меня любишь. Вообще, на фоне пивной, конечно, эти вопросы звучат уродливо. Ну, если вдуматься в их суть, то это, наверное, самые основные вопросы жизнедеятельности семьи. В самом деле, для чего люди сходятся? Для того, чтобы кашу варить и вообще определять, кто будет кашу варить, кто на нее будет деньги давать, кто будет запеточку писать? Да нет, люди сходятся для того, чтобы эту кашу вместе есть и вообще есть кашу жизни вместе, понимаешь? А если мы будем рассуждать, в общем-то, ведь мы же людей перессорим. Не нужно этого делать. Так что я полагаю, да и ты также считаешь, что вопросы духовного общения в семье, вопросы, так сказать, согласованности, взаимопонимания, взаимоуважения, Володя, ведь они же являются основными, и мы ради этого должны вести весь спор. А если эти вопросы решены внутри семьи, если люди действительно друг друга уважают, им друг другу интересно, приятно, они не могут расстаться, даже если у них кончилась страстная любовь, ты понимаешь, то не возникает вообще вопроса о том, кто глава. Это вопрос сам по себе где-то тонет, хотя он уже и решен. Это как ключ на дне колодца, понимаешь? Тогда уже ясно, что и спорить не о чем, и все это спокойно, само собой, жизнью разрешается, а не нашим с тобой спором на трибуне. На этом семейном корабле мир и лад. И смотрите, как просто. Здесь решается вопрос, кому стоять у штурвала. Ну, давайте еще раз спросим, кто у вас глава семьи? Вот интересно сначала, как лев ответит. Конечно, я. Лев отвечает, я. А я, чтобы не создавать никакой конфликтной ситуации, отвечаю, конечно, лев. Вот, но я на самом деле так считаю, что он глава семьи. Мне и в голову не может такое вот прийти, чтобы с ним не посчитаться. А если бы я не считаю... Ну, если человека не считают главой семьи, то это что значит? Знаешь, что с ним не считаются особенным. То есть принимают решение, ну, там можно ему потом при случае об этом решении сообщить. Постфактум. Ну, у нас такое не. Так я глава семьи не в том плане, да? Ну, мы же не будем определять главу семьи, как кто больше зарабатывает. Это же вообще не критерий. Нет, нет. Не серьезное. Совершенно не серьезное. Значит, тот, кто больше знает, кто больше умеет, и кто, в общем, умеет лучше нести ответственность, что ли. Вот ответственность это очень важно. Да, в конечном счете, ведь если что-то мы сделаем не так, то вся тяжесть этой ошибки ляжет на него, не на меня. Да. Но я не могу объяснить, почему. В общем, я-то приду потом к нему плакаться, не он же ко мне. Если что-то мы за его затеем не так. Лучше сразу с ним посчитаться, безусловно. Нет, это зависит, в общем, от людей во многом. У нас вот так сложилось. Может, у кого-то иначе, я не знаю. Это от людей очень сильно зависит. Ну, мало ли, может быть, вполне может быть семья счастливая, где глава семьи жена. Может быть, женщина глава семьи, может быть, мужчина глава семьи. Моя мысль, это вообще, что все зависит от характера. Кто может, тот и глава. Больше ни от чего. Но самое главное, что глава никогда не показывает, что он есть глава, что он, так сказать, верхом на коне, а все остальные пешие. Не в этом дело. А дело в том, что все вместе едут на коне, либо пешком идут и принимают совместные решения. Спокойно все должно быть в семье, без унижения личности другого. В этом задача. Больше ни в чем. Вспоминается мне хороший анекдот, который мне рассказал Игорь Семенович Кон, касательно того, как распределяется, значит, главенство в семье. Жена говорит, у нас вообще в семье основными вопросами заведует муж. А я, так сказать, по мелочи и так далее. А чем же ваш муж заведует? Да говорит, экологический кризис, например, так сказать, проблемы загрязнения окружающей среды, там, или еще что-то, энергетические балансы и прочее. А мелочи, там, в какую школу детей послать, как распределять зарплату, куда ехать отдыхать, это мужа некогда, это я решаю. Это неплохо, это неплохо, по крайней мере, разногласия. Кстати, этот вариант, он действительно неплохой. На самом деле, все-таки, в наиболее благополучных современных семьях, если верить социологическим исследованиям, и нашим, и зарубежным, наилучший климат там, где распределены сферы принятия решений. То есть люди договорились? Нет, это не договариваются, это складывается стихийно. Женщины создают климат просто и делают вид, что они с мужчиной во всем соглашаются, когда это касается маленьких проблем. Когда касается больших, то женщины повышают голос. Тогда задумываются мужчины. Вот и пошли рецепты семейного лада. По-моему, самое главное, уступать друг другу, и все, и тогда не поссоришься. Вот уступил, и все. Это очень просто. Бывают у нас часто такие случаи, когда нужно уступать. Не очень ведь часто, и по мелочам. Я боюсь, что я это делаю подсознательно, поэтому я не отмечаю. Я тоже не отмечаю, наверное, поэтому. Ну, нет, ну, если был бы какой-то серьезный конфликт, а если там вопрос, ну, помыть какую-то там чашку, то из-за этого могут ссориться мальчишка, девчонка в 20 лет, которых дома не приучили мыть посуду. Ну, так нам-то из-за этого ссориться. А, в общем, этим-то будни наполнены. Такими вещами. Лично у меня так я делаю. Поругался, ну, там никакой небольшой скандалчик. Я ухожу, начинаю делать дела какие-нибудь женские. Стирать там, убираться, все это привожу в порядок. Она приходит, о, брось и не делай, я сама сделаю. Я говорю, уже все сделано, все нормально, все. И иду спокойно, сажусь на диванчик, или книжку читаю, или там этот самый телевизор смотрю. То есть женские уже дела сделаны. Она садится рядом и со мной смотрит телевизор. Просто ей конфликт улажен, все. Все, как руль, сглаживается. Или помолчишь, она на тебя накричит, там покричит, поругается. Сядешь, помолчишь. Как руль в ванну, да? Нет, никуда не закрываешься. Пока остынет. Ну, посидишь, помолчишь, промолчишь. Пусть она выскажется, она выскажется, остынет постепенно. Уже к вечеру все. А вечером еще полоткать немножко. Она еще милее тебе становится, жена. После этого, да. Два дня помолчишь, помолчишь, а потом... Бывает, бывает, так сказать, раздражение, бывает обиды, бывает замыкание. На какой-то период можно замолчать. Но это, так сказать, все снимаемое. И мы научились в результате. Это еще, видно, я опять же перенял от моей жены. Вот через какой-то промежуток времени кто-то должен понять, что он был неправ. В различных обстоятельствах. И мы находим себе мужество. И всегда находили сказать друг другу, ну, подумаешь, ну, не там. Или находим какие-то слова для того, чтобы снять. Это очень важное состояние семьи. Очень важное. Так что же все-таки в семье главное? Прежде всего, теплота и откровенность. В общем, чтобы в семье было весело и тепло, должна быть любовь. А почему бы нет? Чего смеяться? Вот любовь. Вот именно любовь. Что-то внимание жене. Самопожертвование иногда. Почему можно так сказать? А без него и жизни не бойся, и будешь жертвовать. Как-то вот именно, что это... Жена для тебя не просто считает, что она у тебя домохозяйка, что она у тебя там кашу ванит, там и все. А вот именно то, что какой-то человек... Ну, как все время, как на Бога шли молиться. Скажите, вы на самом деле счастливы в семейной жизни? Мой матрит есть. Ну. Конечно, 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 абсолютно. Очень досадно, что меня вот это иногда захлёстывают такие мои внутренние какие-то, так сказать, слова. Дело в том, что я считаю, что если бы не произошло вот этого соединения в жизни, я был бы не тем и бы безусловленным. Когда в семье есть тепло, в ней есть все. Когда тепло уходит, ничего не остается. Все в доме может быть и налажено, и наглажено, по полочкам разложено, а дома нет. Чаша полная, а пить не хочется. Кто глава уже не важно, кто кухню метет, смешно. Выслушав стороны, исследовав материалы дела, Народный суд считает необходимым назначить сторонам срок для примирения. По мнению суда, конфликт между сторонами носит временный характер, и сохранение их все невозможно. Признаться, нам очень хочется, чтобы в этом споре победил Андрюшкин интерес. Ведь ему одинаково нужны и мама, и папа. Алексею Васильевичу о раздражении брака, слушанием отложить, назначив сторонам шесть месяцев для примирения. Полгода на размышления. Но думать о счастье семьи надо всю жизнь и каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok